МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов-Инфо, в студии Наталья Пославская. Сегодня в программе. Плановые совещания руководителей служб ЖКХ. Началась ежегодная вакцинация животных. В городе стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У 7-летней Азовчанки Олеся Соболевской серьезное заболевание – опухоль головного мозга. Срочно требуется помощь на лечение. Все, кто неравнодушен к судьбе ребенка, могут перечислить средства, на счет которой открыт в банке Центринвест. Номер счета – 408-178-102-143-16038. Вы также можете связаться с родственниками Олеси. 8-928-602-3013, 8-989-611-4240. Сегодня стартовала всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», организованная Управлением Федеральной службы Госнаркоконтроля. Подробности сообщил заместитель начальника Азовской полиции Виктор Зарвовский. Данное мероприятие направлено на выявление мест реализации наркотических средств. Напоминаю, что каждому гражданину необходимо проявить гражданскую позицию, посмотреть в социальных сетях, посмотреть на своих соседей, посмотреть в местах, где они проживают и сообщить о тех лицах, которые у вас вызывают подозрения. Хочу напомнить, что наркоман – это потенциальный преступник, которому для того, чтобы приобрести дозу, необходимо совершать какие-то противоправные действия. Поэтому гражданская позиция должна быть следующей. Это сообщить дежурную часть Азовского отдела по телефону 02 или по телефону доверия 401-14. Анонимность гарантируем. Действия стройников полиции будут адекватны по каждому сообщению. Сегодня в администрации города прошло совещание с руководителями служб жизнеобеспечения, которое провел заместитель начальника управления ЖКХ Николай Дрозд. Как сообщил начальник ГУЧС по городу Азову Николай Тищенко, не решена проблема регулярной перевозки жителей островной территории города – хутора Задони. Дело в том, что в весенний период катер на воздушной подушке уже не используется. С 1 марта задонцев должны были перевозить на судне, принадлежащем предприятию Бора. Но, как выяснилось, судно до сих пор находится на ремонте. Николай Дрозд поручил ускорить решение проблемы. В городе Азове-Азовском районе началась вакцинация животных. Репортаж наших корреспондентов продолжит тему. Степень распространенности инфекционных болезней животных или, говоря языком ветеринаров, эпизоотическая обстановка при Азовье была и остается напряженной. Во многом это объясняется природными условиями. Устье Дона, охотничьи угодья, плавни, в которых водятся платоядные животные, подверженные опасным заболеваниям. Множество инфекций угрожают сельскохозяйственным и домашним животным. Чтобы не допустить эпидемию, Азовскому филиалу Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных постоянно приходится выполнять большой объем работы. С началом весны в Приазовье, как и на всей территории Донского региона, стартовала кампания по обязательной вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных. Государственная ветеринарная служба по всей Ростовской области проводит вакцинации животных, как крупный, мелкий, рогатый скот, свиньи, собаки, кошки, тоже все против особо опасных заболеваний. Это сибирская язва, ящер, бешенство. Проводится туберкулинизация животных и берется кровь на исключение таких заболеваний, как лейкоз, бруцеллюз. Другое направление работы ветеринарной службы – контроль качества продукции, которая реализуется в магазинах и на рынках. При несоответствии требованиям безопасности она изымается и утилизируется. Не секрет, что несмотря на существование комиссии по борьбе с несанкционированной торговлей, в Азове действует несколько стихийных рынков. Покупатели, приобретая здесь непроверенную продукцию, добровольно подвергают себя и свои семьи высокому риску. Печально видеть, что реализуется там же продукция, то есть это птица, мясо, сырое молоко, которое подвергнуто довольно-таки сильно и микробной обсемененности, и никто ее не смотрит, не проверяет. Работа азовских специалистов высоко оценена на региональном совещании. По итогам прошлого года лаборатория азовского филиала, которого возглавляет Людмила Шичанина, признана лучшей в области. Лучшим государственным ветеринарным инспектором стал Кирилл Дорогин. Лучшим бухгалтером Елена Александрова. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и программа Азов.Инфо.Спорт с Александром Истоминым. До свидания. 18 марта ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 8, ночью плюс 1, плюс 3 градуса. Ветер восточный 6,8 метров в секунду. Влажность воздуха 61%. Уровень воды в реке Дон на 40 сантиметров ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова